23 октября вроде бы до 23 до 23 октября 8 часов 18 минут вчера приехал днем в красную поляну туда-сюда чуть-чуть прогулялся в общем-то особо ничего не делал сейчас еду на подъем на газпром лаура ну собственно подъемники газпрома везут меня наверх вот там я пойду на зерпинский карниз я не помню в прошлом точнее позапрошлом году я ходил куда-то вот я не знаю он ли это был или нет сейчас у меня в общем точка отмечена это на карте посмотрим как раз просто в прошлом году и позапрошлом году что-то эту местность не очень хорошо поэтому я решил сейчас на газпром именно на лауру по ней в розу хутор ну зашибись сделали конечно классно заплатил 1000 рублей поднялся на одном подъемнике а второе видите ли не работает который мне должен до конца уже вести и нигде никакого не упоминания ничего нету что он не работает здорово за 1000 рублей я бы и сам пешком поднялся сюда в принципе и так собирался пешком в горы идти просто этот первый подъем до сюда до этой местности какой-то мне нудный всегда казался если пешком идти поэтому хрен с ну ладно здесь такая осень чувствуется кстати там еще такой все зеленая ну внизу соответственно вообще все зеленая тут уже так желтеть начинает и там дальше чем дальше чем чем выше тем желтее короче ни хрена не понятно что то шел шел там канат какой-то провис ну типа я понял что ремонтные работы происходят группа людей что начали мне орать проход закрыт потом кто-то сказал ему дала она уже прошел типа то есть если бы меня раньше заметили то возможно не пропустили а так типа хрен с ним уже прошел я теперь понял какой канат какая канатка едет сразу туда ну куда мне надо куда еще сам пешком пойду вон она не знаю видно не видно но суть в том что блин нигде про это не написано что это не работает канатка что надо туда идти я скорее всего если я бы сейчас спустился вниз то там надо было новый билет покупать тоже наверно скорее всего не дешевый я не знаю сколько он там стоил бы тоже я уже где-то читал про такую хрень что люди типа покупают не тот билет едут и им отказывают возврате денег или типа в бесплатной посадки на нужный фуникулер этот алан вот зато стадион смотрю такой печально пустой стадион ну вид тоже красивый конечно путь продолжается теплеет то кстати то какой-то ветерок прохладный было сейчас прям так ну в гору еще конечно идти жарко танкается погнал погнал туристиков тех Заработала открытая подъемник, что я на нем мог. Не, не, я не жалуюсь, мне все нормально. Класс. Не, правда, не жалуюсь, круто все. Идем, значит, далее, далее. Наконец-то забрался на этот пихтовый мыс или как он. Да, осенью, конечно, классно, красиво, контрастно так. Сверху снежок, а внизу желтое, зеленое. Да, я точно помню это место. У меня даже фотка есть. Значит, это оно то самое место, в котором я и был. Значит, еще раз сейчас пойдем. Получается, вот вверх по той горе, вон тропа, до нее получается там дофига идти. Ну, сейчас пойдем. Блин, аж защитная линза на камере запотела. Подниматься, конечно, так жарко. А я все иду, иду вверх. Линза запотела. Снимаю беззащитные линзы. Так, значит, судя по карте, ну, по ощущениям, в прошлый раз я шел на обум просто. Просто приехал на канатной дороге и пошел куда-то. Типа вроде тропа есть, а ладно. И вышел на какую-то поляну с лавочкой. Вот, и обратно возвращаться начал, потому что встретил трех девчонок. А что-то там уже туман, облако надвинулось, и мы решили вниз уже спускаться. А вот на этот Бзерпинский карниз, я не знаю, он или это был, или... Судя по карте, я посмотрел, по-моему, надо от этой поляны с лавочкой налево. Погода такая прям вот, если бы не компрессионная моя штука. Пандер Армор. Тяжко пришлось бы, потому что идешь в гору жарко, на солнце жарко. В тени холодно. Здесь мокрый. Если в хлопковые какой-то футболки идти, это принадлежатся. Это можно воспаление легких, мне кажется, заработать. Как минимум, надо с собой какие-то три съемные футболки. В смысле, не съемные, а сменные. Или вот термобелье компрессионное. Компрессионное. Влагу отводят. И ты не переохлаждаешься. Привет Лехе, который любит хлопок. Чувствуется, поднимаешься и холодеет, холодеет. И раз такой смотрю, о, нифига, снег. Сочки снега. Прямо чувствуется такой воздух промерзший. Встал. То здесь, получается, минусовая. Получается, тогда мне девчонки голову вскружили, запутали, задурили. И обратно вниз меня спустили. А мне-то надо было вон туда идти, вон. Прямо сильно чувствуется минус. Холодно, блин. Кто-то тут проходил. Блин, офигеть. Вот не верится, вот оттуда я пришел. Отсюда, кажется, так близко. Так, на пикничковой поляне. Какой-то чел сказал, что до этого карниза 3 километра. Это жесть. Мне кажется, что это неправда. Если это правда, 3 километра по таким горам, это... Это очень долго. Не могу, лес такой классный, контрастный. Там снег. Комарьё какое-то. Снег сзади. Ну, в смысле, на заднем плане. А тут снизу такие прям разноцветные деревья. Еле вперемешку с чем-то. Тут и березы есть, а я не знаю, что там дальше еще. Вообще прям классно так смотрится. Такой контраст. Буйство цвета прям. И такой вот этот тоже склон, что горная река течет. Шумит так слегка. Так. Шумит так слегка. растут какие-то растения сорвал листок потер в руках понюхал прям пахнет каким-то маслом машинным отработанным как будто странно чуть такое зима такая прям по московски начало декабря легкий минус так минус 3 минус 5 может быть легкий такой минус 3 до скорее домишки какие-то стоят мне интересно я в итоге туда и приду ну да он там люди идут судя по всему да туда приду вот он кто-то бегает конечно камеры не увидит какая-то живность по горе бегает по-моему три штуки три штуки чего-то блин был бы бинокль а хотел я в москве бинокль купить но что-то как-то не купил было бы интересно посмотреть что там бегает не знаю зайца не зайца три какие-то коричневые фигуры а так вообще говорят здесь медведи водится ну то есть шанс встретить есть правда говорили что скорее в конце зимы в марте в апреле типа здесь север кавказский по-моему медведь или просто кавказский типа они меньше чем классический бурый но от этого не легче типа они до 120 килограмм я думаю там особо разницы нету для нас он какой большой маленький лучше его не встречать кажись я все это время неправильно называл не бзерпинский а бзерпинский карниз как бёрпи кто-то говорит бёрпи кто-то говорит бурпи 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 если честно я как обычно опрометчиво поступил не взял с собой ни воды ни еды дурачок вода тут вам течет конечно с гор на крайняк можно оттуда попить или снега поесть вот как-то так река в зерк мыть посуду и умываться разрешено только водой там написано правильно правильно нечего тут средствами всякими пользоваться с палаткой можно сюда специальные такие ну типа как поддоны подставки под палатку уже земля холодная сырая может быть сейчас особенно до знал бы так конечно может да хотя не одному как-то не очень но буду иметь ввиду кстати может быть может быть когда-нибудь палаткой сюда хороший вариант как раз такую погоду хорошо потому что летом мне кажется жарко написано конец маршрута до новых встреч на дорога идет дальше по карте посмотрел там через 22 километра 300 метров какой-то память ник в общем там дальше что тоже есть не знаю два с половиной километра практически идти там еще какая-то табличка и тропинка есть пойду посмотрю что там не знаю почему мне еще этот место напоминает териберку особенно вот эту часть что-то среднее между тем когда мы там были летом и когда я один в мае вот так короче сейчас вот по той тропинке дойду до того знака там что-то перечеркнутый человек и еще что-то по-моему машины перечеркнутый сейчас посмотрю подойду дальше не пойду до знака дойду еще да правда что вход и въезд запрещены ну ладно не пойду тогда никуда поеду распишут ну тогда уже придется обратно чесать все вот я и дошел наконец-то спустя два года до этого места теперь теперь я доволен сан чернолуцкий доволен тем что он дошел до этого места сейчас обратно обратно уже надеюсь не так сложно будет пить хочется есть хочется блин ну по факту есть 9 активной ходьбы с 10 где-то сейчас пол первого одиннадцать два с половиной часа ничего выживу